братья гиплодистанцы тут новости за новостями качественный контент за качественным контентом да так сказать друзья дело в том что у лесты вышла ну скажем так скоро будет супер тест но он уже принципе тут написано начинаем тестирование ну это пока я так понимаю закрытая история потом она будет типа общий тест ну в общем неважно тут даже не в этом суть в том что сюда подобавляли очень 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 много всего причем насколько много чтобы понимали прямо сейчас у лесты идут коробки вот эти да путь самурая или как он там правильно называется ну короче вы поняли путь воина путь воина и уже анонсируется новые коробки уже новые коробки и уже там показывается их имущество и так далее и очень много всего остального поэтому давайте по тихой грусти так сказать это все разбирать новостей супер много и просто чисто ради приличия так сказать напомню вам что прямо сейчас телеграм-канаде владистан проходит розыгрыш трехсот коробок для всех регионов и у рубай так далее ссылочка на розыгрыш в описании и в закрепленном комментарии просто нажали кнопку участвую и добро и позитив ребят поэтому залетайте в описание погнали во первых друзья на марс супер тестеры смогут оценить новое игровое событие во время которого за успешное выполнение заданий можно будет получать разные награды главная цель миссии создавать максимальное оживление рядом с объектом побуждая его к выбросу данных я думаю эта карта вам знакома я думаю этот режим вам знаком да в параллельной так сказать игре под названием world of tanks это событие уже было вот объект наблюдайте за объектом зона сканирования границы кислотные озера я думаю что здесь будет переделано все ну многое будет вообще по-другому что-то будет знакомо но это будет скажем так внешне похожий по каким-то элементам похожий но все-таки переработанный режим вот типа как зов марса был увг тут событие называется на марс ну короче вы поняли концепция взята на понятно что за основу как она будет переработана посмотрим что будет добавлено что не добавлено за успешное выполнение заданий вас ждут в этом режиме боны это очень хорошо 2d стиль личные резервы марсианские контейнеры ребят марсианские контейнеры то есть контейнеры так понимаю можно будет бесплатно получать другие награды а вот так выглядит контейнер это что можно из него получить кстати внутри может находиться еще один контейнер контейнер в контейнере мы сделали для тебя контейнер в контейнере чтобы ты открывал контейнеры пока открываешь контейнеры exhibit где-то хлопает просто стоя и в нем вы сможете найти еще больше игровых ценностей вот как выглядит непосредственно сам этот контейнер друзья вот и здесь вот редкая руда это контейнер который внутри контейнера вот такая вот петрушка так сейчас а ну-ка момент так еще один есть скрин марсианская порода ну тестовый понятное дело что тут что-то еще может меняться ну так за основу визита посмотрим что тут есть ребят со стопроцентной вероятностью что то из одного может дропнуть это серебро до ляма нифига себе нифига себе максимальное количество голды которые можно будет получить лям это неплохо инструкции боновые снаряжение демонтажные наборы это все понятно также сə стопроцентной вероятностью пока пишется стопроцентное я думаю что все-таки не so стопроцентная будет выпадать вот этот контейнер из которого еще что-то может выпасть и самое вот мне что нравится семь с половиной процентов это оборудование ребят экспериментальное это очень круто то есть с помощью коробок можно будет на фармить экспериментальное оборудование и наконец-то за крафтить себе закалку т3 и турбину т3 настоятельно рекомендую закрафтить закалку и кур Cars это метовое оборудование сейчас в игре 100%. Одно из самых эффективных. Которое очень многие танки прям реально оживляют. Боевой пропуск будет. Позывной репей. Ребят, что нового? Награды основных глав были пересмотрены. Увеличено число жетонов. Увеличено число жетонов, выдаваемых за прохождение каждой главы. То есть жетонов будут давать больше. В базовой части основной главы можно заработать 12 жетонов. В улучшенной части 9. Итого, за жетон можно получить 63 жетона. 36 плюс 27 жетона. А за год 189 жетонов. Ага. То есть 3 сезона, да? 12 плюс 12 и плюс 12 это в обычном. А в улучшенном еще 9 плюс 9 плюс 9. Понимаете, да? И соответственно 63. А за 3 главы. За 3 главы одного сезона. Вот. Ну вы поняли. И итогово 189. То есть жетонов стало больше. В базовую линейку наград добавлен случайный чертеж для техники. Случайный. Это фрагменты чертежа для конкретной машины. Ага. То есть чертежей, как раньше, для всего нету, но есть точечно для какой-то тачки. И сразу дают скидку на ее исследование. Добавлено учебное пособие, можно выбрать нужное. Магазин за жетоны. Добавлена новая техника. Тигр Маус 120 тонн с уникальной механикой газотурбированного двигателя, что позволяет включать скоростной режим в ущерб огневым характеристикам. Эту машину я тестил на супертесте. После этого ее поднерфили. Машину эту вы, возможно, катали в World of Tanks. И ее отличает от World of Tanks то, что у нее есть режим. World of Tanks этого режима нету. То есть можно нажать кнопку и полететь чисто как товарняк по прямой и очень слабо поворачивать левое и правое. Ну и, соответственно, вот такой вот у тебя разброс, там хер попадешь. Но едет быстро. Но броня в башне. Броня в башне гораздо слабее, чем у ВГ. Ну, по крайней мере, пока. Объект 590. С механизмом обратной дозарядки, которая наиболее эффективна в снаряжениях на ближней дистанции. ТТХ объекта 590 на лесте были выше изначально. Ну, вроде как там тоже что-то вроде ребалансили. Ну, в общем, машина сейчас уже есть в World of Tanks. Я сейчас на ней катал. И там стабилизация просто ужасная. Просто кошмар. Надеюсь, что на лесте она будет лучше. Далее, ребята. Теперь самое интересное. Стоимость в жетонах. Тигр Маус 120 тонн. 80 жетонов. Объект 590. 80 жетонов. Кобра 80 жетонов. Куни Панзер 60. И так далее. Вы скажете, ох ты, ёпт, 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 душу мать, скейко. Да ты чё, аху... Но самих жетонов стало больше. Вот. Самих жетонов стало больше. Так что тут и цена повысилась, ну и количество зарабатываемых жетонов выше стало. С запуском нового боевого пропуска у игроков появится возможность получить еще больше ресурсов в специальной дополнительной главе. В ней есть как базовая часть, так и улучшенная. Всего будет 25 этапов по 50 очков каждый. Чтобы открыть доступ к базовой линейке наград, необходимо пройти все три основные главы боевого пропуска. К улучшенным наградам доступ будет открыт после приобретения улучшенного пропуска для трех основных глав и их прохождения, либо за полторы тысячи голды. Так, главные герои и члены экипажа. Ну вот они, собственно, на ваших экранах. Ключевая техника сезона, друзья. БЗ-75. Концепт-5. Концепт-5 сейчас суперактуальная техника. И Хори-3. Линия фронта, девятый левел. На супертесте появится возможность поиграть линию фронта на технике девятого уровня. Основные изменения в этот раз. Запас прочности орудия. Ну, короче, понятно. Тут по поводу линии фронта дело такое. Арендная техника. Вот, которая вам будет выдаваться. Шкода, АМХ, С-75, объедок. Добавленная техника. Вот это вот интересно. Все указанные значения только в рамках тестирования могут меняться, понятно. От СССР. Зверобой. ИСУ-152 зверобой. Я так понимаю, это будет какая-то премиумная машина, судя по всему, да? Ну, я думаю, вряд ли акционка. Скорее всего, премиумная. Средний урон 1100. Чуваки. Средний урон 1100. 1100, 700 и 700. Средняя бронепробиваемость. 156, 320 и 215. То есть, 156 пробития на восьмом левеле при среднем уроне 1100. Это тяжко будет реализовать. Это будет тяжко реализовать при таком пробитии. Но по какому-нибудь картону... Ой, хорошо. Так. Снаряды, ребят. Фугас. 156 пробития. Кумулятивы. 320 пробития. Очень неплохо. Ну и бронебойки, ББшки 215. Друзья. Короче. Это бабаха. От СССР. Но на восьмом уровне. Друзья. Это бабаха. От СССР. Но на восьмом уровне. Чуваки. Вот так вот. У нас теперь будет хрень, которая будет разрывать на 1100. Но по картону. Да. 156 пробития фугасом. Это не так уж и много. Время перезарядки 25 секунд. Ну это просто при 100% экипаже. Время прицеливания 2.6. Кстати, нормально. Разброс на 100 метров 0.44. Это много. УВНа минус 6 и 18. Ну короче, вы поняли. 15 лошадок на тонну. 43 максималка вперед 16 назад. Боекомплект 36 снарядов. Интересно будет покатать. Такая шайтан машина. Это реально бабаха на восьмом уровне. Новая бабаха на восьмом уровне, друзья. Из Великобритании. Добавлено для тестирования средний танк восьмого уровня. Виккерс Марк 3. По-моему, этот Марк Цукерберг есть уже в лицах. Если я не ошибаюсь, если что, в комментариях поправьте. Средний урон, ребят, внимание. 480 и 390. Средняя бронепробиваемость 230 и 252. При бронепробиваемости в 230 урона 480 на восьмом уровне на СТшке. Ну, время КД мамаши 14 и 2 десятых. Скорость полета здесь, конечно, неплохая. Снаряды фугас. Фугас с пробитием 230. Со скоростью полета 1200 практически. И с альфой 480. Ну, это не слабо. Но, опять же, 14 секунд КД. У Вены минус 10 плюс 20. Боекомплект, понятно. Максималка вперед 50 назад 20. Уделка 20 лошадок на тонну неплохо. Броня, картон. 80 башка, 80 корпус. Броня, картон. Вот. Че так как-то вот этот... Чариотира. Чем-то напоминает Чариотира отдаленно, если честно. Вот. Добавлен новый британский тяжелый танк. 9 уровня. Чиф, про, рудный барон. Ну, по-моему, это же копия того, который уже есть. Вроде как копия. Вот. Ну, может, чем-то отличается. Внешним видом. Натиск. Грозовой волк. На супертест вас ждет Грозовой волк. Ну, новый, короче, сезон натиска. Арендная техника будет базик. Йох. Его апнут хотят. И после апа это будет лютейший имба. Так. После первого боя на технике 8-10 уровня вам будут начислены нарядные машины. Окей. Иудес. Тут правила использования акционной техники. Модификаторы боя. Запас прочности всей техники будет увеличен до 35%. Было 25. Время подготовки снаряжения после использования будет уменьшено до 60%. Было 50. И базовый обзор техники будет составлять 275 метров. Короче, нерв базового обзора. Урон артиллерийского удара был увеличен с 350 до 400. Список карт. В список карт доступных в режиме натиск будет добавлено новые локации. Мураванка, Руинберг и Карелия. Убрана боевая локация Песчаная река. Ну, что она к лучшему. Награды игрового события. Как вы видите, здесь всякие камуфляжи, боны, там нашивки и прочее. Еженедельные задачи. Вторая линейка. Ага. Нашивки, медали, отметка начисляются по завершению игрового события. Вторая линейка наград будет включать в себя набор из 5 ежедневных боевых задач. Тут день према, кредиты, боны, еще кредиты, еще боны и жетоны и так далее. Дополнительные награды за получение вот этих жетончиков монет натиска после выполнения всей цепочки задач. Так, значит, вот у нас цепочка из 8 вот этих задач. Это что мы получим? Тут голда, еще голда получается, да? Или, а, награды за все собранные монеты. Понял, это то, что мы суммируем. И давай посмотрим. За 8 вот этот этап мы получим 2,5. 2,5 тысячи золота, 3 дня према, личные резервы. Опа! И теперь, друзья, за 8, за 7, вернее, этап вот этого натиска, необходимое количество монет натиска. За 7 вот этих монет мы сможем получить усовершенствованную бортовую передачу. Мы сможем получить боновую UMP. Наконец-то! Я уже давным-давно ее тестил. Я уже давным-давно с ней катал на пресс-аккаунте. И это супер-офигенная история. Ради вот этой оборудки попотеть можно, на самом деле. Ради этой оборудки попотеть можно 100%. Вот, так что, короче, ну вы поняли. Кто любит натиск и кому нужна эта оборудка, милости просим, что называется. Так, ну тут понятно. Аркада, торпедный удар и режим радиомолчания. Ну, аркадка, я не знаю, честно, мне не очень интересно. Отключение урона по союзникам на глобальной карте, в укрепрайонах и турнирах боях. Ну, можете написать свое отношение к этому в комментариях. Скорее всего, это ок. С новой механикой САУ также не сможет наносить урон по союзникам. Весенний ангар, опа. Тут они весенний ангар решили добавить. Вот такой вот он, ребят. Так. Весенний лес. Весенний лес. Медведю в лес. Такой вот ангар, ребята, будет. Напишите свое мнение в комментариях. Как вам такой ангарчик? Прохоровка. Михайловская. Малиновка, Минск. Ну, короче, такое вот поле, да? Или такая маленькая какая-то деревушка. Поселение. Памятник, я так понимаю, Пушкин. Скорее всего. Высокая доля вероятности, это именно он. Если я ничего не путаю. Новые элементы кастомизации. О, кстати, вот этот прикольный. Какая-то такая микро отсылка на его 3D стиль, да? Ага. Вот этот, кстати, тоже симпатичный. Еще так. Так, здесь что у нас? Гремлин. А, здесь у нас 3D стили за боевого пропуска. Предлагаю вам оценить. Это 3D стиль на БЗ-75. Прям он такой, чисто, знаешь, усиленный у него каркас. Как будто на гелик поставили этот, ну, вы поняли. Просто решетки. Понаклепали. Ну, так. Выглядит интересно. Торпеды вот эти его надо было как-то еще обыграть дополнительно, как будто, не? Тоже оцените этот стиль. Скажите, какой вам понравится больше всего. Хорошо. Гремлин. Это концепт 5. Тоже у него, видишь, в одном стиле. Они этот раз решили сделать. Блин, я бы очень хотел, на самом деле, чтобы они повторили вот этот свой эксперимент с... Кутуристичными вот этими стилями. Как на Батчат был на К-91 и там еще на какой-то танк. Прям офигенно было. Он весь в этих дымовых шашках или что-то такое? Или это не дымовые завесы? Или это вообще какие-то трансляторы звуковые? Интересно. Ладно. Ну, вот так вот он выглядит. Ну, такое, если честно. Хорошо. Давайте теперь этот посмотрим. Ого. Чисто рельсотрон. И вот так вот оно выглядит на Хори 3. Ну, честно, мне больше футуристически нравилось. Вот направление футуристически. А-а-а! Это типа под пожарку сделано, да? Какой-то закос под пожарку или что-то. Ну, сверху там, вы видите. Все вот эти элементы. Короче, черканите, какой вам понравился больше всего. Мне, наверное, все-таки из этих троих больше так смотрится БЗ-75 поприятнее. Так, хорошо. Ранжирование карт по уровню бою. Изменения затронули уровни боя с 5 по 10. Так, 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 так. Оп. Оп, хоп, хоп. Например, танк 8 уровня может принимать участие в боях с 8 по 10 уровень. Как правило, уровень боя можно определить техник максимального уровня, который присутствует. Ну, короче, я понял. Это просто ранжирование карт, которые будут. Я так понимаю, что-то убрали. Насколько я знаю, убрали Энск. Вот. С девятых. Так, стандартный бой. Вроде как с девяток. И десяток. Убрали Энск. Хотя. Смотрите, ребят. На пятых левелах есть Энск. Шестые есть. Седьмые есть. А на восьмых уже Энска нет. И на девятых Энска нет. И на десятых Энска нет. Кого бесила эта карта? Я вас поздравляю, друзья. Наконец-то эта вонючая карта под названием Энск. Нафиг идет с девятых, восьмых и десятых левелов. Классная поочередность у меня. Ну, ладно. Так что, за это лайк. Я очень сильно кипел с этой карты на этих левелах. Она меня бесила. Это прям... Это прям была боль. Это была боль, товарищи. Изменения в работе с экипажем. Тоже очень важно. У супертестеров появится возможность оценить сразу два новшества в работе с экипажем. Во-первых, это правило работы шестого чувства. Теперь оно включается даже в случае пожара на танке или ранения командира. Если у вас кританутый командир, вы все равно будете получать инфу о том, что вы светитесь. Или пожар. Если вы не знали, что это так... Ну, по поводу крита командира, я думаю, вы точно знали. Но, наверное, вы не знали, что если вы горите, то в этот момент вы не можете знать, что вас светят. Ну, типа, у вас лампочка не срабатывает. Ну, вы поняли. Во-вторых, есть новшества в механике демобилизации. Ранее игрок мог вернуть член экипажа, который полностью изучил хотя бы один перк в течение 32 дней. Данные хранились для стопы данных членов экипажа. Теперь в карантин попадают все члены экипажа, которые полностью изучили основную специализацию. И начали изучение первого перка. Также это касается тех членов экипажа, у которых основная специализация изучена на 100%. И есть хотя бы одна единица опыта. Так, другие изменения. Доработки прототипа штурмсау. О, боже мой. Прицел штурмсау был доработан. Решили некоторые проблемы, ошибки в работе прицела. Добавлена индикация, наклон камеры. Я очень хочу, чтобы здесь появилась надпись. Доработки прототипа штурмсау. Были решены некоторые проблемы штурмсау. А именно то, что мы пытаемся ее ввести. Поэтому мы ее нахер убрали. Даже супертеста. Я очень лично жду такую подпись. Надеюсь, вы тоже. Еще и закалку можно поставить. О, боже мой. Тестирование контейнера тайник. Будет тестироваться контейнер тайник, ребят. Медали тут еще подобавляли. Исправление и улучшение. Там куча всего известные проблемы. Дай бог здоровья. Короче, супертест, ребята, обширный. Супертест действительно. Много каких-то моментов важных включает. Особенно я рад то, что энск херам убрали. Вот. Ну, как бы... Ну, вы поняли. Ну, вы поняли. Вот. Такая вот история, друзья. Пишите, что думаете. Комментируйте. Прожимайте лайк. И... Подписочку оформляем. Хе-хе-хе. Так. Продолжение следует...